По легенде, в момент происшествия сотрудники ГИМС выполняли плановое патрулирование. Еще издалека они заметили двух отдыхающих на гидроцикле, которые совершали опасные маневры. Спасатели сразу же повернули по направлению к транспортному средству. Вместо того, чтобы остановиться, судовладелец дал по газам и на высокой скорости принялся уходить от сотрудников ГИМС. На резком повороте водитель судна потерял пассажира, который начал тонуть. К нему сразу же ринулась бригада спасателей. Условно утопающего вытащили из воды и доставили на берег. В это время сотрудникам ГИМС удалось зажать гидроцикл. Плавучие средства сотрудники ГИМС отбуксировали к берегу. Со своей задачей участники показательного выступления справились безошибочно. Такие тренировки у сотрудников ГИМС в летний период проходят регулярно. В этот раз показательное выступление провели в преддверии праздника. Завтра – 39-е годовщина со дня основания ведомства. Но даже в этот день спасатели будут на посту. Реализовывать на практике навыки, полученные в ходе тренировки. Маневрирование маломерным судном, гидроциклом – довольно сложный процесс, особенно когда приходится и задерживать, приходится останавливать. Во-первых, чтобы обеспечилась безопасность, как и находящихся на борту, нужно учитывать в том, что на водном объекте могут быть отдыхающие, плавающие. При оказании первой помощи доврачебной тоже необходим навык. Всего службе ГИМС в нашем регионе ежедневно трудится 41 человек. Один из тех, кто следит за безопасностью людей на воде – Александр Лихачев, в прошлом сотрудник госавтоинспекции. После выхода на пенсию Александр решил службу не бросать, но сменить ведомство. В рядах инспекторов ГИМС он с 2019 года. Нравится работа на воде, оказывать помощь людям, терпящим бедствия на воде. Каждый день, когда мы патрулируем или работаем, если к нам обращаются люди, по мере возможности мы оказываем помощь. Задача сотрудников ГИМС на служебном посту – регистрация маломерных судов, их техническое освидетельствование, аттестация на право управления таким транспортом. Также спасатели ведут надзор за маломерными судами, пляжами, водными объектами, наплавными мостами, чтобы отдых на воде для Владимирцев был безопасным.